Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, с чего начать новую жизнь после осознания факта, что был под влиянием матери нациза? Ни 35, ни работы, ни семьи, ни личного имущества, ничего нет. Нахожусь в полной разбитости, но осознал свое положение, не сломлен. Есть огромное желание изменить свою жизнь и повернуть ее в нужное русло. Хочу прожить ее остаток полноценным человеком. Образование имеется. Роза матери-одиночка – это что-то с чем-то. Еще раз прошу дать рекомендации или совет, как изменить свою жизнь, с чего начать. Предполагаю, что моя ситуация не новая в этом мире и есть решение для меня. Во-первых, психологи не дают совет. Это первое, что очень важно понять. Рекомендации можно дать только после того, как будет более-менее понятно, с кем мы имеем дело, то есть какой вы человек, каковы ваши особенности и так далее. Безусловно, в первую очередь, работать здесь нужно с собственной ценностью, потому что у вас очень много абстракций в сообщении. В том смысле, что, ну, как бы, очень много общих у вас моментов. Вот, вот, вот. А эти общие моменты говорят о том, что вы не сформировали свое направление. Вот, вы говорите о полноценности, что, как бы, является следствием влияния матери. Вот, и вы, в принципе, вот, пока не сформируете свою немножко более узкую направленность, что вы хотите делать, как вы хотите делать, вот, то ситуация вряд ли изменится. Поэтому, в первую очередь, с чувствованием своей ценности необходимо работать. Вот, и второе, это вот с, значит, направленностью. То есть, что я хочу, что я не хочу и так далее. Под влиянием матери вы не могли не получить каких-то установок негативных. Вот, с ними тоже необходимо работать. Вот, потому что они, ну, будут совершенно очевидно влиять на вашу жизнь, вот, в дальнейшем, в дальнейшем. И совершенно очевидно, что будут портить вам ее, ну, в смысле вашу жизнь. Вот. Также, я думаю, что необходимо работать с личными границами, с личной сферой, сферой, ну, вот, вашей личности. Вот. Потому что при, опять же, тех отношениях с мамой, которые, ну, вот, которые вы, которые вы описываете, вот. Я думаю, что не было у вас какой-либо возможности для себя, такой корректной, я бы сказал, значит, в этих вот направлениях двигаться. Потому что, ну, понятно, что мама, да, она, ну, заинтересована в том, чтобы пресекать любые ваши, вот, какие-то, ну, проявления, да. То есть, это вот, я надеюсь, надеюсь, этот момент тоже нам будет понять. Вот, я думаю, что, ну, что самостоятельно, самостоятельно вот с этим вам разобраться будет сложно. Вот. Я так думаю, потому что вы все-таки находитесь во власти, ну, привычных, привычных поведенческих моделей. Вот. И будете, скорее всего, повторять просто имеющиеся у вас уже готовые формы, вот, поведение, поведение. Скорее всего, ну, не имея фактической возможности, да, выйти за пределы, вот, значит, ну, тех, тех моделей, да, вот, которые, ну, для вас стали комфортными, да, привычными, вот, за то время все, ну, за вас 35 лет. Вот. Поэтому, ну, что, необходимая психотерапия, да, вот, причем желательно начать ее как можно быстрее, потому что, вот, ну, чем дальше вы будете, двигаться, да, вот, чем старше вы будете становиться, тем сложнее, сложнее вам будет меняться. Потому что, ну, процесс изменения, да, он, вот, с возрастом, значит, там, к сожалению, становится сложнее. Вот, так, очень важно понимать, вот, поэтому, ни в коем случае не затягивайте, вот, работу, ни в коем случае не затягивайте, значит, начало, начало психотерапии, вот. Значит, чем быстрее вы начнете, тем будет лучше. Вот. Последнее, что, наверное, хотел бы я сказать, это то, что на вашу маму у вас корыстовые обиды какие-то. Вот. И задача, задача наша, наша задача заключается в том, чтобы, вот, как раз эти обиды, да, чтобы их вот вы смогли выразить, чтобы смогли их проявить, вот. Вот. И что, чтобы вас они уже не беспокоили, потому что, ну, если вас будет что-то сгодить, вот, в принципе, то непонятно, что двигаться вперед, да, вы не сможете. Ну, это, опять же, очевидно, на мой взгляд, вот. Поэтому, вот, рекомендации могут быть, рекомендации могут быть такими, вот, в первую очередь. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, вот. Я желаю вам всего самого доброго. Я буду вам благодарен тоже за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, чтобы позволит вам сформулировать для себя базовые, базовые посылатели для психотерапии уже вам, то есть, чтобы вы сами сформулировали для себя какие-то вещи, вот, чтобы не, вот, мы, да, это сделали, вот, как я, например, сейчас, чтобы вы сами это сделали, вот. Ну, и, действительно, ваша ситуация хоть и не новая, да, но универсального способа нет, потому что, ну, потому что каждый человек уникален, вот, сам по себе. Каждый человек уникален, и, вот, как-то думать о том, что есть решение для всех людей, да, это, вот, наверное, неправильно, потому что, ну, необходимо учитывать ваши особенности, вот. Это необходимо. Абсолютно необходимо здесь необходимо сделать, вот. Вот, как-то так, я думаю, можно ответить к вам. Значит, ну, значит, всего самого доброго вам. Удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Прогатив.